Рабочий день Сергея Малиновского По словам жильцов, в их дворе готовится к сносу расселённый дом. И на его месте они хотели бы видеть стоянку машин. Сергей Малиновский всегда на прямой связи с жителями. На должности советника главы города он курирует множество важных проектов. Например, в начале этого года организовал рабочую группу, куда вошла администрация города правоохранителя общественной организации. Благодаря оперативной работе людям вернули деньги за штрафы, которые они оплачивали за проезд на спорном перекрёстке на улицах 9 мая и Марии Рубцовой. В разгар пандемии Сергей Малиновский не мог остаться в стороне и решил присоединиться к добровольческому движению проекта «Химке интересно жить». Вот уже второй год он приходит на помощь пожилым гражданам, многодетным и малообеспеченным семьям. Вместе с другими добровольцами он доставляет продукты питания, медикаменты и средства индивидуальной защиты. Помогает с решением бытовых вопросов. Жители исходни, наших соседей, которые также отозвались, и мы совместно каждый день вели работу, доставляли лекарства, доставляли продукты, где-то помогали в каких-то хозяйственных делах. В рамках добровольческого движения активисты навещали ветеранов Великой Отечественной войны, которые в ходе беседы рассказывали им о тяжестях военного времени. Тогда добровольцы выступили с предложением увековечить воспоминания героев. Так появилась идея проекта «Виртуальный музей». Сейчас истории участников войны собраны на портале «Химке. Все для фронта, все для победы». Это дает возможность любому человеку, так скажем, из любой точки мира стать очевидцем тех событий, прослушать записи, прослушать видеообращения участников тех лет. И патриотическое воспитание. Об этом необходимо знать и подрастающему поколению. Весной этого года жители избрали Сергея Малиновского лидером движения общественной поддержки «Химке интересно жить». Сейчас он принимает активное участие в круглых столах и собраниях трудовых коллективов ведущих химкинских предприятий, на которых работники озвучивают предложения по улучшению города. Лидеры движения стали связующим звеном между горожанами и администрацией города. Многие из предложенных инициатив уже получили поддержку и реализованы. Это и ремонт тротуарного покрытия на улице Чапаева. Это и строительство детских игровых площадок. По нескольким другим адресам в микрорайоне Сходня идет ремонт многоквартирных домов. Соответственно, ремонт фасадов, покраска. Отремонтированы улицы Горького и Новосходненское шоссе. Жители это видят и они рады тому, что те социальные инициативы, которые выдвигались, действительно реально стали воплощаться и направлены в первую очередь на повышение их комфортности проживания. Впереди реконструкция главного места отдыха в Сходне – парка Величко. Сейчас здесь ремонтируют сцену, на которой ко дню города в сентябре пройдет праздничный концерт. Принять участие в преобразовании округа могут сами жители. Для этого достаточно зайти на сайт голосования «Хижи онлайн» и сделать свой выбор в пользу понравившейся инициативы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова